Всем привет! Произошло важное событие, которое ещё больше свидетельствует о том, что мы с вами в учебнике истории живём, и происходит рождение новой эры. Это смена в королевской семье, смена престолов, можно сказать, потому что сейчас уже будет коронован принц Уэльский, то есть Чарльз, он будет называться Чарльз III, или по-нашему, по-моему, это Карл III. Вот, и то, что сейчас произошло, это очень важно, потому что рождается новая эпоха. И я хочу спросить у Таро, что это означает для нас, для всех жителей Земли? Потому что короли и королевы, я вам как человек, который сведущий в астрологии, это моя профессия, это пример нам, это пример нам, как мы, ну, как бы, как видеть мир, как видеть себя, это размышления о себе и в жизни, прежде всего, да, и что-то за эпоха рождается, я только что послушала его спич. Всегда нужно слушать в оригинальном языке, это очень важно. Ну, и могу вам передать, я послушала его на спич to commonwealth, to British people, на весь мир. И, конечно, высшие силы сказали, Лена, теперь нужно узнать, как это отразится на нас, людях, землянах. И я вот беру расклад, делаю на эту тему. В общем, смена престола, либо окончание монархии, да. Потому что интересно, что британцы обожают своих королей, но у них есть свои на то причины. Они говорят, что это как бы объединяет нацию. У них общий есть человек, которого они обожают. То есть это объединяет нацию. Итак, Чарльз, что это за человек? Шестерка меча. Ну, он, конечно, лукавил, когда говорил этот спич, потому что, ну, он не всегда был очень приватным человеком. И, в общем-то, жил так, как он хотел. И вот это, что он лидер of the nation, это, конечно, он лукавил. Шестерка меча о лукавстве, говорит. А вот, то есть, ну, он очень хочет оставаться приватным человеком, как и раньше. Чтобы, вот видите, его жизнь так под прикрытием. Вот он в лодке, и это прикрытие его личная жизнь, его семья. Он не хочет быть, публичная персона не хочет быть. А двойка, жезлов, интересная карта. Она показывает тоже Чарльзу. Мы о Чарльзе сейчас говорим. Для чего мы о нём говорим? Потому что понять Чарльз — это понять мир, понять себя. Потому что каждый из нас — игрок в этом мире. И через понимание любого человека, любых событий, себя, мы понимаем, как нам дальше жить, чтобы быть богатым и счастливым. Самое главное для нас. Он держится за жезл королевский. Да, он ощущает, что теперь, конечно, смена эпохи, и теперь его очередь что-то делать. Но он очень конфьюз. Вот по этому раскладу он очень обескуражен. Он, ну, как бы знал, что, может быть, это будет. Но и не знал, потому что он в таком возрасте, что непонятно было, как будет дальше. Но, тем не менее, вот ему пришлось держать вот этот земной шар, по его мнению. То есть, ну, он в знаменитости. Он человек, который виден всем. И, в общем, он хочет что-то новое сделать, но он давно уже новое делает. Например, он, не знаю, сколько он платит подоходный налог, но он платит какой-то налог. То есть никогда в жизни королей раньше налога не платили, он что-то там может, может, чисто, ну, чисто, как бы, просто для галочки. Сколько он платит, мы не знаем, но он волонтерли, то есть сам решил платить долог, то есть показать, что он такой же, как и все. Но он, безусловно, баснословно богатый человек. И после его матери, которая ушла, он стал еще богаче намного. А вот и двойка жезлов говорит, что ему сейчас нужно будет более публичным человеком. Он всегда был очень приватным. Видимо, не готов к этому. Да, карта луна говорит, что он волнуется. А вот и знаете, королевская семья, такая новая королевская семья с человеческим лицом. Уже не имперская, потому что во времена Елизаветы империи все были отменены. И она вот была этим переходным человеком, который от империи пришел к демократии. То есть не он, не она пришла, а, в общем, Великобритания пришла, ну, в ее время, можно говорить, во время королевы Елизаветы II, да. Это карта волнения, он волнуется, он волнуется, сможет ли он быть публичным человеком. Он о себе, конечно, думает, как каждый человек, и в этом нельзя его упрекнуть. Но он волнуется, как это, в общем, поменяет его жизнь. Он и сказал, что моя жизнь теперь будет другая, новая, как поменяет это его жизнь. Он волнуется. Он сказал, что теперь он, конечно, должен будет меньше делать вот charity, те благотворительности, чем он занимался. Он передал правление уже своим помощникам, и он должен был, будет теперь делать государственную работу, которую делал королеву. Он там, чтобы подписать. Вот, и это Туз Жезлав говорит, что Чарльз понимает свое состояние. Вот эта карта единица, он единственный такой Чарльз. И он напоминает нам, что мы тоже с вами единственные в своем роде и неповторимые, да. Вот он волнуется, что вот эта его единственность, это его право, приватная жизнь, теперь не будет ему так принадлежать, как раньше. И он сказал, что в этом поможет ему его королева-ин-канцлер, то есть королева, это значит королева-советник Камила, вот они вместе, ну, смогут противостоять этому давлению, потому что публичное лицо он теперь будет больше. Он тоже наметил, что Уильям будет более публичным лицом, теперь заменит его должность, как у эльского принца, и пожелал Гарри и Меган новой жизни. У них всегда были такие очипенцы. Вот, в принципе, и королева Елизавета стала королевой, потому что ее дядя женился на американке и отказался от престола, в общем. Вот, ну, Гарри не был бы никогда на престоле, но тем не менее он вот следует этой династии, этой части, он им пожелал всего хорошего. То есть теперь он, вот, публичное лицо. Тройка чаш, британцы теперь, ну, у них король, у них была королева очень долго, 15 прайм-минстерс она пережила, вот, и теперь, вот, тройка, третья прайм-минстерс, у них женщина, уже третья, ну, считается вторая, потому что Магра Чат Тэтчер, вторая, я забыл, как ее звали, она была очень короткое время, напишите в комментариях, ну, теперь вот уже Лиз Трасс, мы не знаем, как долго она будет, ну, вот, именно третья прайм-минстерс, ну, нелегко и нелегкое время досталось это все, я вчера смотрела, очень интересно, как о парламенте Великобритании, это Commons, палата Commons, и как там было классно, как они делают эти дебаты, это просто дух захватывает, как-то, кто согласен, так встает, и ее сильно атаковали оппозиции, очень сильно, она отвечала коротко, вот, и видно было, что она очень волнуется, и те, кто согласны были с ней, или с оппозиции, так все сразу вставали, потом садились, это было так классно, такие эмоции у всех на лицах, мы вообще думаем, Англосок солнце или нет, просто Великобритания, теперь все национальности есть, очень много, это здорово, это вообще класс, что они такие сухие, посмотрите их парламент, заседание парламента, вот они так заседание, как дебаты, они потрясающие, где, где-то вы там видите сухое, или же, если вы поедете в Великобританию, вы видите, как они любят праздновать, как они любят свои папы, свои social houses, как они, они не совсем сухие вообще, это такое, знаете, клише неправильное, люди теперь, ну, людям это очень интересно, они чувствуют, вот, что это, в Денмарк, по-моему, тоже есть, монархия, ну, она просто так, вот, по-моему, Денмарк, да, нет, не Денмарк, скажите мне, в какой стране еще есть монархия в Европе, не как Монако, монархия, некоторые страны монархии, но там больше вообще-то полностью, как, ну, ну, просто как украшения, что ли, страны, но в UK монархия такая, конечно, не только украшения в стране, но люди очень серьезно любят своих монархов, они обожают это все дело, я не знаю, как человек, я не могу этого понять, как эзотерик, я могу понять, что это все уже отжило, короли, королевы и так далее, как эзотерик, но мы будем наблюдать за временем, здесь у нас Валет или Паш, Паш Пентакли, ну, конечно, но что могут короли, вот здесь он как Паш, да, хоть ему уже за 70, он как Паш, потому что короли в Великобритании, они по умолчанию не имеют права не высказывать никакую политическую платформу, позицию, они должны просто быть нейтральными, полностью нейтральными, то есть, ну, какая роль, это не, он показывает нейтральность, то есть он своим поведением, вот эта нейтральность, он показывает людям, что вот я только, только для людей, ну, на самом деле не знаю, нейтральность то есть нейтральность означает что но этот институт уже конечно не серьезный им нужно быть в нейтральными во всех областях он они отдают своему кабинету дима к парламенту мне демократическое парламент просты правления не просто вот нейтральные они могут как бы да как бы украшение что ли на самом деле британцы платят очень много денег за это дело так что сейчас у них такие большие проблемы вот видите британцы у них ну а очень много бедных у них как у нас у многих потому что в демократическом мире многие как бы неправильно используют холстер очень много проблем с холстер например идут люди по мере давления в имя джинси у меня дочь и на джинси практича доктор и идут люди просто по мере давления туда где-то стоит очень дорого от них спасают жизни кому-то жизни спасли потому что кто-то пошел просто в имя джинси департамент госпитал померить свое давление общем люди а бьются сестом очень сильно а вот поэтому британская health system она очень-очень в тяжелом положении вообще во многих демократических странах очень тяжелые тяжелое наследие вы страсс людям очень многие за чертой бедности находится и вместе с тем оплачивается огромные деньги даже для security для кого королевской семьи но это знаете такое реалити шоу это стоит очень много и им вот мудрости может эта королева которая ушла 3 3 бьют я сейчас все все сейчас за раздумывают на эту тему это очень интересно по земля и будет пухом мои соболезнования всем ее родным а вот но вот это вот мудрость до королевы в общем она так архетип архетип такой бабушки был архетип родоначальниц архетип народа но я не я вижу что здесь рождается что-то новое луна это это новые перемены ждут как и британцев так и весь мир что-то серьезные перемены а вот с этим с этим всем что эпоха закончилась закончилась эпоха там королева с этой сумочкой женской вот эта эпоха уже закончилась мир другой мир новый и вот здесь это королева меча это совсем другое то это вот рождается новый тип личности новый тип человека королева меча это человек который за справедливость вот такой шведская лагу они она больше как-то подходит есть шведский король тоже да но королевой король но там они вообще они просто скромно где-то там сторонке но вот британии это такая помпезность и сколько она стоит налогоплательщикам налогоплательщики могли бы все эти деньги использовать для помощи бедным на мой взгляд вот потому что здесь верховная жрица именно о честном распределении денег ну что денег в мире достаточно просто люди не умеют это все распределить как следует вот и ну да вот опасность опасность момента сейчас очень острый мир он опасный очень сложный мир она может поэтому теперь уже король в общем они королева сложный мир будет ли король стоит так стороне и делает вид что ничего мире не происходит или он будет уже как бы человеком они не статуей то ну что семерка меча это это тот который вот не видит ничего он что что плохо плохо очень много чего сейчас мире он просто как бы карта справедливости ну справедливый король но король уже не не владеет миром да можно сказать справедливый король справедливость карта справедливая ради сказать что сейчас рождается новый мир и он рождается в таких муках это однозначно и вообще очень интересно пришли время мы живем очень сложная и для некоторых людей опасное время страшное время сложная девятка чаш до мир перейдет в лучшее время мы идем лучшее время но вот через эти муки да мы живем все в книге истории даже то что смена идет а теперь в королевском понимании тоже уходит плохо ушел горбачеву ушла королева уходят та эпоха какая она бы не была но это прошлые земли да она была какая была она была какая была и мы имеем теперь все что имеем и карта смерти да это мощная карта показывает дамы сейчас имеем то что имеем мы наследие тех людей которые делали ошибки которые делали что могли и нет таких людей которые не ошибаются но если ты какой-то великий ну как великий большой деятель многое можешь что конечно ошибки это очень серьезные платят люди простые за это все карта смерть говорит что эпоха заканчивается эпоха карта смерти до начинается новое мы с вами можем я уже давно говорю давайте начинает все по-новому каждый день видеть по-новому каждый день делать что-то по-новому потому что вот это действительно смена поколений еще и суд а суд карта очень мощная она говорит что возрождается теперь человек и оставим мы все что было раньше в прошлом и скажем что это это было что было плохо мы не хотим больше этого мы хотим идти дальше и это как намек на на рождение нового человека суд это когда придет христос опять судить мертвых и живых на за их поступки за и дела и как говорит есть закону интернациональные интернациональные незнание закона не смеет это не смех смягчающие обстоятельства незнание закона не оправдание и как-то сказать незнание закона это не может человека защитить от ответственности до законы нужно знать нужно знать чтобы их не нарушать их нужно знать теперь это все доступная информация в я почему считаю нужно английский знать но потому что он интернациональный заходите на веб-сайт любой страны государства по-английски везде есть вы можете посмотреть сколько пенсии получает новой зеландии как в канаде правительство сколько люди в какие какие таксы какие налоги брать от платье канадцы как и так и так то есть все что правительство делает и законы они все из доступны все можно узнать так что незнание закона не освобождает от ответственности вот наконец-то сказала но я же говорю по картам карты говорят на другом языке на мозг языке символом такие такой расклад мои дорогие я считаю что тема супер важная я буду делать больше на ту чему раскладываю потому что но то что происходит в мире влияет на наш внутренний мир мы наш маленький мир у большого мире только независимо от большой мир и мы жить просто не можем поэтому то что происходит в мире на это эзотерика всегда смотрит в супер всегда а что такое астрология вообще астрология и тоже не предсказатель непредсказания это анализ большого мира анализ какие еще знаки какие сейчас планета куда анализ большого мира чтобы маленький мир что называется архетипичная астрология муку вышить в этом большом мире поэтому на мой взгляд такие видео супер важные и могут вам вам особенно вам кто нашел это видео супер помочь себя найти в этом вечно меняющимся мире и пользоваться его вот этими подсказками подсказками так что король это вы королева это вы вон плывы ткань то есть вы тот кто нашел это видео обнимашки звонковера пишите комментарии очень важно что вы думаете по этому поводу я все комментарии читаю абсолютно и жду нашей новой встречи с нетерпением пока